Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». И сегодня предлагаю поговорить о том, как обеспечивается безопасность на водоемах области. Присоединяйтесь! Сергей Васильевич Костюченко, ведущий специалист Гомельской областной организации «Асвод», народился в 1956 году в Гомеле, окончил Рижское военно-политическое училище имени маршала Советского Союза Сергея Бирюзова, военно-политическую академию имени Ленина в Москве. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель истории, инженер-электрик. На протяжении 15 лет служил в ракетных войсках стратегического назначения, военно-космических силах, вооруженных сил СССР и Российской Федерации. Служил во внутренних войсках МВД Республики Беларусь. С 1995 года занимал должность заместителя командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в городе Гомеле. Нынешней должности с 2006 года. Награжден 10 медалями СССР и Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации «Освод», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Ольга Владимировна. На минувших выходных жители региона отмечали один из самых красочных и живописных праздников – Купалье. Отпраздновали без происшествий? Во-первых, в этот день мы несли службу в усиленном режиме. Дополнительно были привлечены наши спасатели в этот день. И прошел праздник интересно, весело. И главное, организованно и без происшествий на воде. То есть никто за венками, за своими вслед не пытался поплыть и догнать? Нет, все строго по сценарию. А вообще, когда в этот день погода такая, как в этом году, когда пасмурно и достаточно прохладно, то это для вас хороший знак, что пройдет без пополнения статистики? Ну, для нас это хорошая погода. Когда она более прохладная, и люди так же прохладно и мыслят, и относятся к поведению на воде. Более, да, с холодной головой? Да, с холодной головой. Ну, предположу, что и этот июль тоже вас пока радует. Нас, да. Ну что ж, а сейчас предлагаю посмотреть короткий анонс событий наступившей недели. Лето в разгаре. На базе войсковой части 5525 на этой неделе будет работать областной военно-патриотический лагерь «Курсантты». Его участниками стали 50 подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и попавших в трудную жизненную ситуацию. В течение девяти дней ребята будут принимать участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, посетят музеи и кинотеатры, обучающие занятия на базе освода МЧС и ОВД. 9 июля в Гомеле откроется представительство центра «Карта гостя». Это уникальная туристическая программа, основной задачей которой является привлечение потока иностранных и отечественных туристов, а также продвижение белорусской культуры и белорусских брендов на мировом рынке. Держателю карты гостя предоставляется право на льготы и преференции при посещении музеев, развлекательных центров, объектов питания и торговли, а также гостиниц. 12 июля отмечается Петров день. День святых апостолов Петра и Павла в народном календаре. Обычай наших предков устраивать 12 июля петровские гуляния дошел и до наших дней. В программе мероприятий, запланированных в Лельчицком районе, выступления коллективов художественной самодеятельности, мастер-класс традиционных народно-бытовых танцев, выставки и спортивные состязания. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов, установленный указом президента в марте 1998 года. В настоящее время штатная численность налоговых органов страны – более 9 тысяч человек. В том числе 11 несовершеннолетних. Предупреждено за различные нарушения, допущенные на воде, 890 человек. К сожалению, с начала купального сезона, с 1 мая утонуло 24 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Эти несчастные случаи произошли при следующих обстоятельствах. При купании – 12, ровно половина, при падении в воду – 2, при падении в воду – 8, при рыбной ловле с берега – двое. Также был случай при принятии ванны – один человек. Хочется отметить, что в этом году увеличилось количество, казалось бы, беспричинных падений людей в воду при нахождении около водоемов. Ну, возможно, это связано с погодными условиями, с жарой и так далее. Также имеются случаи падения в различные копанки, которые находятся на домашнем подворье. Ну, это с детьми, наверное, чаще происходит. И с детьми, и в этом году уже был один случай со взрослым человеком, что происходит постоянно. Поэтому они приносят определенную опасность для людей. В чем причина? Они должны быть огорожены, Сергей Васильевич? Потому что кажется, что такая вроде бы ерунда, да, копанка? Необходимо принимать меры, чтобы доступ был ограничен к этим водоемам, особенно несовершеннолетних, малолетних детей. Потому что они, конечно, их заинтересует этот водоем, и они постараются попасть к нему поближе, подойти. Поэтому должно быть ограждено, должны быть надежные там замки, чтобы ребенок не подошел к этому водоему. Ну уж тем более это касается организаций и коммунальных предприятий на территории, которых есть подобные объекты. Безусловно. Потому что тоже проблемы бывают, и дети любопытные, и заглянуть могут и дети сотрудников, которые по территории прогуливаются. Такие случаи тоже были. А вообще, вот эти показатели, о которых вы говорили, в сравнении с предыдущими годами, как они выглядят? В целом эти показатели в соответствии с прошлым годом. В целом. Но в июне месяце, конечно, количество несчастных случаев, связанных с утоплениями наших граждан, в связи с погодными условиями, которые были, возросло. И июнь был достаточно сложный в плане обеспечения безопасности на водоемах. Да, но мы, говоря о безопасности на водоемах, будем прежде всего говорить все-таки о пляжах и о купальном сезоне. Именно там работают спасатели. Сколько сегодня в Гомельской области пляжей официально открытых и разрешенных для купания? Ну, у нас 45 пляжей. Из них 35 пляжей коммунальных, на которые выполняют задачу по охране жизни людей на водах спасатели, освод, спасательные станции, посты. И 10 пляжей ведомственных. На всех водоемах этих организована служба. В Гомеле? В Гомеле таких мест 9. Они, конечно, наиболее безопасные, потому что места для пляжей выбираются, исходя из многих факторов. Это и глубина, это и состояние дна водоема, и также отсутствие растительности, течения там, где оно есть, и многие другие вопросы, которые влияют на безопасность граждан. Пять водоемов в Центральном районе. Это у нас Центральный пляж, Заречная зона, Первое и Третье озеро, Каскада озер в микрорайоне Кленковский. И на Бородина и Кожера два поста и два пляжа на Буром озере. В Центральном районе три пляжа. Это Западный, в районе урочища Шведская горка. На озере Любинском и озере Роповском, или правая сторона улицы Бадана Хмельницкого. И пляж Новобелецкий. Вот эти места наиболее безопасны, потому что там можно гарантировать и безопасность людей, и оказание им помощи в случае необходимости. А как вы отвечаете на вопрос, куда в Гомеле лучше отправиться купаться? Есть ли у вас какое-то любимое место, пляж, который наиболее отвечает всем требованиям комфорта и безопасности? Ну, у нас все пляжи, они по-своему хороши, вот, пляжи. Поэтому можно в эти места пойти и отдыхать. И с любого конца города можно добраться до этих мест и отдыхать безопасно. Давайте уточним. Пляжи, где не ведется наблюдение спасателей, где не дежурят, не дежурит освод, там можно отдыхать и купаться или нельзя и все, и точка? Во-первых, есть места запрещенные для купания, которые доведены до населения и на сайтах местных органов власти, и также в газетах, и об этом постоянно, и мы в листовках, памятках раздаем, и таблички выставляются, где места запрещенные. И есть места, не предназначенные для купания. Поэтому на этих местах все-таки мы бы рекомендовали не купаться и не отдыхать. Но это вопрос рекомендации или это вопрос запрета? Ну, в запрещенных местах купаться нельзя однозначно. Если есть информационная табличка соответствующая? Ну, в основном они везде выставлены, эти таблички. Ну, только периодически исчезают, но потом их снова восстанавливаем, они снова появляются. И так процесс идет постоянно. Ну, не все же любят такие густонаселенные пляжи, да, как вот центральные на СОЖе. Кому-то хочется уединения, романтики, человек в своих силах уверен. Нельзя этого делать? Или, ну, пожалуйста, на ваше усмотрение? В принципе, нельзя этого делать. По той причине, что человек, который находится на этом водоеме, он не знает этот водоем. Он, его не изучал этот водоем. Тем более он опасен для детей. Там и глубина может быть, там могут быть ямы различные, течение другое, водовороты. Да, десятки других причин, которые могут привести к нежелательным последствиям. А человек будет наказан, если вот во время рейда его там застегнут на этом пляже? Есть статья административного кодекса Республики Беларусь 23.63, которая предполагает ответственность наложения штрафа, закупания в запрещенных местах вот одной до трех базовых величин. И этой ответственность человек может быть подвергнут. Спасибо, Сергей Васильевич. Как вы поступите, если увидите тонущего человека? Мы поинтересовались у гамильчан, что они знают о правилах спасения. Давайте посмотрим. Кинуться, спасти человека в первую очередь, конечно. А как же? Ну, вытащить дальше, потом перевернуть на живот, чтобы вода вытекла, если во рту есть вода. Ну, а потом искусственное дыхание, если человек не дышит. А если дышит, так надо вызвать скорую, наверное, сразу же. Ну, вот я бы так поступила. Искусственное дыхание или на колено положил, чтобы воду откачать. Чтобы помоложе было, я бы сама бросилась спасать. Плавать умею, а так даже не знаю. Ну, кричала бы, звала бы на помощь кого-то в первую очередь, если бы сама не смогла. Близко возле берега, может, сама попробовала достать, помочь. Можно взять обычную куртку, связать еще штаны к ним и бросить утопающему человеку. Человеку, да, помочь. Так, а если он там тонет? Ну, если круг у вас есть, можно кинуть круг спасательный. Так, а если хорошо плаваешь, значит, надо быстренько? Можно прыгнуть в воду и быстро помочь. Что еще? Откачать нужно потом? Дыхание установить, если что-то. Мне 91 год. Понимаете, так я уже сейчас и на воду боюсь соблазить, признаться по-честному. Ну, а раньше, когда был молодой, конечно, я как-то случалось, даже так помогал выбраться с водой, помогал. Попробовал бы вытонуть на берег сразу. Вот. Откачать искусственное дыхание там все. На живот так, чтобы его спать внизу. Как человек поперхнется, те же самые действия делать. Вызвал бы там скорую, там МЧС. Залез в воду и для начала вынести из воды. А потом привести в чувство. Я бы, конечно, не задумываясь, помогла бы этому человеку, без разницы, в какой бы он был бы ситуации, и, конечно, бы вызвала спасателей, если бы кто-то... Ну, вот была возможность. Но самое главное бы первое, что все-таки, наверное, бросилось на помощь человеку. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о безопасности на воде. И в нашей студии прямого эфира принимаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло, говорите, пожалуйста, если вы нас слышите. Это мне. Мы вас здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Мы вас хорошо слышим. Вы не прерывайтесь. Я... Мы житель Новодеревского района. Как зовут вас? Как вас зовут, уважаемый телезрецкий? В этом году мы стали посещать пляж... Стали посещать пляж в районе Чонок. И вот меня, конечно, удивила та бесхозяйственность и та территория, где отдыхают люди. Ну, там антисанитария. Там я видела бродячих животных, собак, которые купаются вместе с нами. Значит, пляж не оборудован тем, что мы должны вот иметь, как нормальные люди, чтобы прийти, расположиться там. Во-первых, сама территория гористая такая. Потом спускаешься, там можно и ногу свернуть, какие-то там ямы. В общем, подходишь к воде, там заход чуть-то, может, метр-два территория, остальное ил там. А можете нам более точно указать расположение этого пляжа? Скажите, пожалуйста, в Чонках это какой конкретно пляж? Какие-то координаты? Там в Чонках напротив. Это пляж напротив. В церкви в Чонках есть церковь. И там остановка, зона отдыха называется. Останавливается автобус и вниз спускаешься сразу к речке. Спасибо большое за ваш звонок. Сейчас попробуем разобраться в ситуации. Сергей Васильевич, вам более-менее понятно, о каком именно пляже идет речь? Это место отдыха, которое находится в Рочи-Щеченке. И там находится наш пост спасательный, который там несет службу. То есть пляж оборудованный? Он пока не называется как пляж. Место отдыха? Пока только принимаются меры по его оборудованию. Вот это место отдыха. Но там все равно собираются немало людей, поэтому там оборудован пост для того, чтобы принять меры в случае, если кому-то понадобится помощь. Что касается замечаний, которые сейчас прозвучали, то мы обязательно сообщим соответствующие коммунальные службы для принятия мер. А за содержание этого места отдыха несут ответственность коммунальные службы соответствующего района? Да. То есть за то, чтобы все-таки там был порядок и чистота, очень многое зависит еще и от самих отдыхающих, которые... Безусловно. Которые, как правило, в этом и виноваты в такой ситуации. А вот что касается какого-то неудобного там ландшафта, то, что там горки, ямки и тому подобное, это тоже коммунальники должны сравнять, да? Ну, надо на месте посмотреть внимательно, по тем замечаниям, которые прозвучали. Обратите, пожалуйста, внимание, да, людям удобно туда добираться, и тем более, если есть автобус, то, конечно, стоит того, чтобы там порядок навести. Давайте к опросу перейдем. Как вы оцениваете ответы, которые дали нам гомельчане? Люди разбираются? Правильно, люди разбираются в основном, там, за исключением небольших деталей. Вот. Но я думаю, что нужно одно помнить, что если ты в состоянии помощь оказать, допустим, чтобы приблизиться к этому человеку, значит, это можно сделать. Но если ты неуверенно плаваешь, определенные трудности с этим испытываешь, то этого делать не надо, потому что можно оказаться в том же положении, в котором находится человек, терпящий бедствие. Надо в этом случае что-то найти, что подать в помощь этому человеку. Что под рукой есть? Круг, матрас, плавающие кидосредства, доски, бревна. Все, что попадется под руку, чтобы человек мог продержаться. Ветки, палки, веревки и так далее. Это, думая об этом. Ну, а если человек в состоянии, разумеется, он должен поспешить на помощь и оказать помощь этому человеку. Вот, помню, различные условия, допустим, не приближаться, это только со спины к нему, так, чтобы не попасть в захват к этому терпящему бедствию и не оказаться вместе с ним в одном положении. Ну, а когда извлекли на берег человека, то в дальнейшем нужно действовать, вот, посмотреть, есть ли пульс у человека, есть ли у него дыхание. После этого принимать меры, вызывать, разумеется, скорую помощь, вот, которая прибудет и профессионально будет оказывать. Ну, если нет пульса и дыхания, то нужно приступить к реанимационным мероприятиям. Это и искусственная вентиляция легких, вот, и проведение массажа сердца и так далее. А известны вам случаи, когда спасали людей, отдыхающие, которые находились на берегу, вытаскивали из воды? Такие случаи были, вот, имели место такие случаи. Сергей Васильевич, а что самому делать, если оказался в такой ситуации? Если, предположим, перевернулась лодка или свело ногу судорога, или запутался в чем-то в сетях или в растительности, что делать? Ну, если в растительности запутался, то необходимо не волноваться, не принимать каких-то резких движений, а спокойно развернуться и попытаться выплыть в том направлении, в котором, это откуда человек приплыл. Если у него это не получается, то нужно спокойно поднять ноги и попытаться распутать эту растительность. После этого плыть дальше. Если, как вы сказали, с лодкой, ну, то, во-первых, у каждого, кто у лодки находится, должен быть жилет спасательный. Поэтому, если он окажется с этим жилетом, то, разумеется, он тем самым себя уже спасет. А на деле? Вот люди, которые отправляются на такую прогулку или на рыбалку, вот у десяти находящихся в лодке, а, как правило, жилет у скольких? Ну, как правило, в последнее время, так скажу, в лодках люди уже больше находятся с жилетами. Хотя очень много встречается тех, кто пренебрегает этим правилами, находится без жилета. Что не поможет ему продержаться на воде в случае какой-то необходимости. Да. Подобные случаи уже были в этом году. Вот когда лодка переворачивалась, часть людей сумела доплыть до берега, а части нет. Спасибо, Сергей Васильевич. Есть в продолжении этого разговора вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Правда ли, что если тонешь, не нужно пытаться плыть, а нужно дождаться дна, чтобы оттолкнуться от него ногами? Я думаю, что это неправильно. Неправильно? Конечно. Не сработает? Это только в том случае, говорят, если попал какой-то водоворот, тогда нужно попытаться из него выйти, это погрузиться в воду, и по течению попытаться в воде, в общем, рывком уйти в сторону. А если ты начинаешь тонуть, то погружаться самому в воду, это наоборот неправильно. Надо пытаться держаться на воде, кричать о помощи, изменить способ, отдохнуть, если есть такая возможность, и ты в состоянии это сделать, допустим, плыть на спине, или еще какие-то меры предпринимать. И стараться использовать сечение для того, чтобы, используя его, не бороться с ним, приблизиться к ближайшему берегу и выйти на сушу. Но, кстати, распространенный совет в интернете, не стоит всему верить. Можно ли купаться на Обкомовском озере в Гомеле? На этом озере у нас купаться нельзя в городе Гомеле, потому что это место, запрещенное для купания. Это место отдыха, где можно загорать, отдыхать, и так далее, но не купаться. Потому что, что можно говорить об этом озере, если глубины на этом озере уже через 5, там, 8 метров от берега, достигают до 10 метров и более, и в целом глубина до 20 метров. Разумеется, это озеро, оно непригодно, как пляж. Опасное место? Опасное. Хотя, вот сейчас уже, наверное, там меньше отдыхающих, да? Одно время как-то было популярно у людей. Нет, отдыхающие есть и сейчас, но тем не менее. Следующий вопрос. Где в Мозере можно купаться? Вход на центральный мост перекрыт, а он ведет на пляж. Ситуация в Мозере, знаете? По поводу моста, это я не в курсе. В Коленкове тех, по-моему, закрывали тоже пляж в этом году. Обязательно уточню, потому что там, на самом деле, единственный пляж, который находится, это в городе Мозере, на левом берегу. Спасибо. Предлагаю прерваться, ненадолго посмотреть сюжет. К сожалению, в списках погибших на воде есть и дети. Единственный способ их уберечь, это не на секунду не оставлять без присмотра. Продолжение темы далее в нашем материале. Безопасные каникулы. Для учреждения образования Гомельской области на каникулах самая актуальная акция. Главное внимание правилам поведения на водоемах. У маленьких детей обычно отсутствует страх перед водой, поэтому они смело заходят в нее, совершенно не осознавая грозящую им опасность. Дошкольники просто не способны адекватно оценить уровень угрозы. С помощью специалистов освода эту ситуацию попытались исправить. Начинаем с детского сада, со школы и все. Потому что чем меньше ребенок, он будет больше понимать и в себя впитывать как губка, потому что с самого детского возраста. Вот их приходят, мы их обучаем, правила поведения на воде, что нужно быть с родителями, забыть и не заплывать, как правильно себя вести на воде, на пляже, что делать, если человек тонет. Все. Первые правила вот оказание помощи, мы их учим этому. Азбука воспитания проста. Даже о серьезных вещах с детьми надо говорить на понятном им языке и обязательно в игровой форме. Теперь вам напоминаю, как нужно запомнить телефон спасателей. Смотрим на личика, на друга или на свое и запоминаем. Смотрите, ротик один, носик один, глазика два. И какой номер? 112. 1, 1, 2. Все, теперь это мы запомните, да? Да. Молодцы. Специалисты освода говорят, что самое главное правило безопасности на воде ни на секунду не оставляет своих детей без присмотра. Чтобы захлебнуться, ребенку хватит одной секунды. Впрочем, и за некоторыми взрослыми нужен постоянный контроль. По статистике, до 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Хотя каждый не раз слышал, купаться под градусом нельзя ни в коем случае. Профилактическая работа проводилась в учреждениях образования, в учреждениях, в предприятиях, где людям доносили основы правил поведения на водах. И когда наступила пора, то купание, то в первую очередь привели все в порядок для того, чтобы было безопасно. О безопасности купающихся заботятся все. От местных органов власти до водолазов. Перед началом сезона они обязательно обследуют дно в акватории пляжа, а потом будут постоянно поддерживать здесь порядок. Плюс обязательно ежедневные тренировки. Правда, при жаркой погоде даже подготовленные люди не всегда успевают прийти на помощь. Не все лихачи знают, однако в воде их могут просто не увидеть. Во всяком случае, за то время, когда еще можно помочь. Только на ощупь найти. Видимость 30-40 сантиметров. Если на течении, ну, сантиметров 70 может быть. Но это все равно не факт, что он попадется. Можно на вытянутой руке просто найти случайно. На этот купальный сезон в областной организации «Освод» дополнительно набрали более 100 матросов-спасателей, что позволило создать еще 10 сезонных постов. Другое дело, что часть жителей Гомельской области предпочитает отдыхать исключительно в неприспособленных для этого местах. Причем часто вместе с детьми. Возможные штрафы их, похоже, не пугают. А раздаваемые памятки с действительно дельными советами особого впечатления не производят. Хотя таблички «Купание запрещено» стоят здесь совсем не случайно. Здесь и возбудителей кишечных инфекций можно поймать, и травму получить. Впрочем, сдаваться спасатели не собираются. Меняем тактику, стратегию, ведем патрулирование в местах, запрещенных для купания. Проводим рейды со всеми заинтересованы, с комиссией по делам несовершеннолетними, с отделами образования, с местными исполнительными органами, с МВД, МЧС. Также находим поддержку и стараемся упредить, предупредить, снизить вероятность гибели и снизить вероятность допущения несчастного случая. Вы смотрите диалог. У нас в гостях ведущий специалист областной организации Освод Сергей Костюченко. Сергей Васильевич, что думают спасатели? Где тот возраст, в котором можно ребенка отправить отдыхать на водоем одного или компанией? Вот с какого времени вы бы посоветовали уже это делать? Ну, во-первых, мы считаем, что до 14 лет полных ребенок должен быть в сопровождении родителей. Потому что дети, они сами по себе любознательные, озорные, подвижные, эмоциональные, но в то же время они из-за отсутствия жизненного опыта они совершенно беззащитны. И отсюда в них и отсутствует даже и понятие страха даже перед смертельной опасностью. Поэтому в этом возрасте должны быть дети постоянно с родителями. И в дальнейшем, конечно, они должны отдыхать там и должны знать родителей, где они будут отдыхать, в каком месте это положено и так далее. Потому что зачастую родители просто не знают, где находится их ребенок. он, допустим, сказал одно место, а на самом деле в этом оказался где-нибудь на водоеме, тем более месте опасным и сложным для купания. Там, где может быть и постерегать неприятности, беда. А вот такая трагедия как раз и произошла. Недавно, этим летом, под Рогачевым на реке Друдь, компания подростков отдыхала, мальчик погиб на глазах у своих подружек, девочек, с которыми он пришел на эту реку. И взрослый же был ребенок, 14-15 лет. Ну, решили они пойти на это место, чтобы как бы уединиться на этом месте. А, конечно, подростки всегда против присмотра. Как это со взрослыми куда-то идти отдыхать? И этот мальчик, он как бы умел немного плавать, но, очевидно, плавал плохо. Поэтому он, чтобы, видно, не терять это в глазах у подружек свое достоинство, он зашел в воду и тоже пытался показать. Но это кончилось сразу же тем, что его понесло течением, и он утонул. Ну, что значит опасное место. Да, я бы сказал, что даже когда присутствуют дети со своими родителями в местах отдыха, то зачастую родители приводят детей купаться туда, где купаться не рекомендуется. Ну, в прошлом году, наверное, больше половины случаев, которые произошли с гибелью несовершеннолетних, они именно произошли, куда их привели родители. И в данное время находились там дети со взрослыми. И тем не менее, вот именно это происшествие на воде с ними случилось. Поэтому одна из причин это контроль за детьми и постоянное нахождение с ними, в том числе и около воды. Есть как раз у нас вопрос в продолжение этой темы. Скажите, пожалуйста, какой самый безопасный спасательный атрибут для ребенка шести лет? Круг на рукавнике или жилет? Жилетик, наверное, все-таки. Для малышей жилета? Да. А круг он вообще пользы особо не принесет. Потому что этот круг это может сдуться, может это в общем прийти в негодность в ходе купания. И ребенок останется беззащитный от этого круга. Поэтому круг в данном случае он может только представлять определенную опасность. Это где-то на мелководье может с ним находиться, но ни в коем случае не касаясь глубины. Жилет именно эти спасательные средства нужно приобретать для детей, чтобы они находились с ними. Ну, как часто бывает, ребенок оступается на глубокое место, с этого начинаются все неприятности. Если он даже оступился, находясь в спасательных средствах индивидуальных, то он останется на поверхности воды, а там кто-нибудь придет на помощь. Как поповодчик. Да, и на рукавнике они не будут лишними, кстати, тоже. А на рукавнике удержат, если не в жилете ребенок? я думаю, на рукавнике одни не помогут. Нужно, чтобы был и жилет. Да, то есть, что касается малышей, это обязательная мера. Скажите, пожалуйста, куда можно привезти сына подростка, чтобы специалисты обучили его безопасному поведению на воде и рассказали о нарушениях, за которые могут оштрафовать? Можно зайти на любую нашу станцию или спасательный пост, и там получат полное разъяснение о правилах поведения на воде и другие ценные сведения и информации. Правда? А не скажет спасатель, что он занят обозрением отдыхающих, и он не может сейчас с вами беседовать? На станции есть и другие люди, которые в состоянии оказать эту помощь. То есть такого рода профилактическая разъяснительная работа тоже входит в обязанности освода? Да, конечно. Если обратились за рекомендацией, за советом, значит ответы. Значит получат определенный ответ положительный. Вообще, что касается профилактической работы, то мне кажется здесь нагрузка колоссальная вот в этот вкупальный сезон на спасателях, потому что, как мы уже говорили, стенды и щиты и не везде есть, и не всегда работают. Остается только все лично объехать и осмотреть и предупредить. Как проводится патрулирование в этом году? Насколько люди адекватно эту ситуацию воспринимают? Ну, во-первых, проводится патрулирование в районах действия станции постов постоянно, там, периодически, где-то через час, где-то, в зависимости от обстановки, где-то через большее количество времени. И наблюдают, находятся ли родители около своих детей и так далее. Это все время. А рейдовые мероприятия проводятся по тем объектам, которые являются местами стихийного отдыха у воды. Таких рейдов уже проведено совместно с другими субъектами профилактики уже более полутора тысяч с начала этого года. Да, и кто знает, сколько сотен жизней благодаря этому удалось спасти. Сергей Васильевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Три минуты до окончания эфира. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, время идет, и его очень жалко. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Мы вас слушаем, мы вас слышим. Говорите. Редакторы на телефоне, пожалуйста, если это можно. Как-нибудь поспособствуйте, чтобы человек нас понял. Нет, к сожалению, звонок сорвался, но две минуты осталось. Может быть, вы успеете нам вайбер написать. Мы еще, наверное, рассмотрим. Что касается нетрезвых отдыхающих, очень для многих людей отдых на природе это, к сожалению, синоним того, что можно и употребить, и к возлияниям перейти. Насколько сейчас, вот в этом году, это актуальная проблема? Как всегда, большая часть всех ЧП на воде связана с употреблением спиртных напитков. Не было бы спиртного воды, как минимум в два раза было бы меньше случаев гибели людей. Это первое. Поэтому к реке это со спиртным приходить нельзя. Это все приведет к неприятностям. К сожалению, такие случаи есть. На отдельных постах и станциях у нас уже больше 30 человек, которые были составлены протоколы сотрудниками МВД и привлечены к соответствующей ответственности. То есть, как отче наш, никаких горячительных напитков, как бы вы в себе не были уверены, как бы не располагало все, да, погода, природа, ну, это не то место, на самом деле, где стоит подобным образом отдыхать, слишком дорогая может быть цена. Жизнь дороже, чем это спиртное. Да, это краткосрочное удовольствие. Сергей Васильевич, одна минута примерно до окончания. Ведь не только работа, не только такая колоссальная нагрузка, не только такой огромный стресс на спасателях от свода. Есть еще и ваши праздники, и ваши водно-спортивные соревнования. Как в этом сезоне выступает Гомельская область? Ну, в этом году нам предстоит это первенство республики по спасательному многоборью. Мы к нему будем готовиться в августе месяце. Команда у нас периодически занимает призовые места. Вот, и бывает и победителем в различных видов спортивного многоборья, выход катера по тревоге, в гонке катеров такие есть соревнования. Вот, а мы предварительно в июле месяце 24-25 проведем такие же соревнования на Новобелецком пляже. Очевидно, там будут соревнования. И приглашаем желающих прийти, посмотреть. Можно посмотреть, да? Да. Ну что ж, желаю всем удачи, нашим спасателям. Благодарю за работу, а вас, Сергей Васильевич, за такой интересный и полезный диалог. Спасибо. Ведущий специалист Гомельской областной организации Освод Сергей Костюченко был сегодня у нас в гостях. Благодарю вас за внимание, за ваши вопросы. Берегите себя, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok